Вы вложили деньги в дорогу. Мы добились с вами какого-то результата. Вдруг приехали аэропорт строить. Почему вы не озадачили их сначала поселковую дорогу оставить в покое и сделать себе через поле проезд? Ни воды, ни дороги. Они без разрешения всех решили этой дорогой пользоваться. Но, наверное, с вашей. Вы согласны? Они же не могли добровольно. И начались вот эти вот разрушения. Два дня дорога посуществовала. Я говорю, неужели вам не жалко денег, которые вы вложили для того, чтобы закрыть вот эту конфликтную ситуацию? Видимо, это не его личные деньги. Я ему говорю, вы понимаете, вы с кресла поднимитесь чуть-чуть и проезжайте. Он до этого ездил сам сюда. Я заставила их. Вот. И проезжайте, посмотрите, теперь в каком она состоянии. И вот за эти месяцы ее разбили окончательно, бесповоротно. Вот мне пишет, он отдает в комитет дорожного хозяйства. Отдает бумажки. И он этот, ко мне выходит на связь сам лично, этого Чуриков, выходит Федор Петрович. Да, Федор Петрович, ну, его зам. И присылает мне вот такой вот ответ. Что вот здесь он пишет. По результатам проведенного 22 июля 2013 года обследования этих дорог, вот, заключение, комитет дорожного заключения, который, возможно, мер в отношении заказчика и восстановлению разрушенных участок. Вот построим аэропорт в 16-17 году. Тогда мы с дорогами. А я со своей колокольни думаю, что никто этими дорогами уже больше заниматься не будет. Они аэропорт делают. Через залив вертолет пробивал уже дорогу, мост будет делаться. И все. И Соборовка останется отрубленная, это все, мира. Дорог как и не было, так их и не будет. Сейчас они дотопчут эти дороги. Сейчас мы они к началине подсыпать деревья. Я говорю, да вы подсыпьте. Вы каток у вас мощнейший есть. Вы утрамбуйте. Но у нас затраты. А затраты куда мы будем относить? Вот эту щебенку, все. Бил из-за ворот во втором, а Александр Кутузов в третьем, чем дал повод для журналистских острот. Фамилия располагала к подвигам в матче именно с этим соперником. Тем более, что это была первая шаг у Кутузова на турнире. 3-0. В полуфинале наши хоккеисты встретятся со шведами, которые смогли отыграться, уступая белорусам. Полуфиналы пройдут в субботу. В другом матче, в той же стадии турнира, стоит. Мы не изгоя. Мы хотим жить как нормальное. Маршрутки перестали ходить. Скорая помощь не едет сюда. В школу детей кое-как возили. Куда? В школу. В Тарханы. В Тарханы, да? Да, в Тарханы. У нас школа своя. Они ее новые русские закрыли. И стали возить туда детей. Я говорю, вы понимаете, что вы нас изолировали. Мы не можем зубы вставлять у нас в дубках. Мы не можем обслужиться в больницах, в областную больницу. Что нам дальше делать? Все знали, что будут строить аэропорт, да? Дорога сельская. Значит, на ней больше пяти тонн на ось вообще не положено ездить. А они ездили. Весной у нас по всей России перекрывают и Союзу перекрывали дороги. Весной. Больше трех тонн на ось нельзя было, да? Все. Целый месяц стояли. А у нас сорокатонники ходили. Сорокатонники ходили здесь весной. Ну, какая дорога выдержит? Ложили как? Ну, сначала был асфальт старенький. Потом они, значит, по старенькому асфальту положили бетон и положили еще асфальт. Сделали как надо. Да. Дорога была... Да, это было отлично. Мы вообще радовались, как дети, когда летишь хоть на чем, не шелохнет. До поворота, до поворота. Три раза в неделю ходили маршруты. Три раза в неделю. А после поворота там вот сейчас поедете и увидите там вообще... Ну, танкодром. Рус прямым текстом сказал, у нас не заложено в этом аэропорту ваши дороги. Я говорю, ну ты пойми правильно, вы их разбиваете, дороги. У нас, я работал главным агрономом, у нас эти дороги были сделаны, грубо говоря, хозспособом. Колхоз строил. Для газончиков типа таких, ну, маломерных, мало грузовичков, для небольших. А в настоящее время идет тонар, тонар идет. 60 тонн везет. Он нашел до материнской породы, все пораздавили. И никаких, никому не обратись. И уже и администрация района в курсе, и губернатор, в принципе, он в курсе. Раз сюда приезжает, дорог нет. Все. Значит, сейчас перестал ходить автобус. Раз. Сейчас хлеб нам этот прекратят возить. И в нас, в принципе, мы отрублены от всего мира. Нам этот аэропорт, если так разобраться, он и не нужен нам. Нам не летать, ничего. Но если во всех развитых капиталистических странах, во всех, перед тем, как такой огромный объект строить, делаются подъездные пути, канализация и все. А у нас с бухты барахты раз и все. Все измяли, что было наше. Мы сейчас ни в больницу, мы путем не можем добраться, ничего. Автобуса нет, ни к людям вообще добраться. Вот вы знаете, вам надо потерпеть. Я говорю, а вы вообще-то представляете, что терпение у людей кончается. Можно потерпеть какой-то промежуток времени. Мы выдержали все условия, которые вы мне сказали. Я собрала людей, объяснила, давайте не будем рыпаться. Держат слово, может, действительно нам помогут. А когда я вижу, и люди видят, и идут, там, Архен, что нам делать? Бампер отлетел, в аварию попали. Вот я жалею, что вот это все не сняли. Когда вот авария, мы бы этот ущерб в судах, мы бы предъявили им. Вообще, живем на берегу, а водоснабжения нет. Почему? Нет вообще водоснабжения. И вот мы воду вступим, месим, да вот сделаем, да вот, как говорят, барин приедет, барин нас рассудит. И мы вот, ребята, погрузились, вот вода, вот она, Волга, вон. Ну да, мы сейчас были там. Волга там, а мы без воды сидим. Особенно вот я концевой тут, нет, а ты поставь насос. Я поставлю, я купил два счетчика, я поставлю счетчики. Но счетчики мне не дают, что мне, ну поставлю счетчики. Да, не буду я платить, но мне нужна вода. Я не отказываюсь платить, мне нужна вода. Субтитры сделал DimaTorzok